Приветосы Амигос! После крайнего стрима по тундре, на котором мы с Изидой довольно плодотворно и обстоятельно обсудили, скажем так, политические взаимоотношения России и Прибалтики, многие посетовали на то, что я так и не высказал свое мнение о введении в игру птуров и об обновлении в целом. Да, трудно с этим не согласиться, возможно мы немного увлеклись, но зато теперь есть повод сделать аж целый видос, правда вот придется видеоряд взять все с того же стрима, потому что технику мне всю эту для стрима дали на время, самостоятельно ее выкачивать нужно очень долго, а заключать какие-либо партнерки с какими-либо разработчиками я как-то не хочу. В конце концов я не фуфлорик какой-нибудь, который только делает, что лазит тут и там в поисках, чтобы и у кого бы подкрысить, да кому бы продаться. Кстати, несмотря даже на то, что вся техника была выдана мне на время, конкретно на двое суток, кто-то в комментах под стримом все равно написал продался. Да, интересно кому и за что. Может это не я продался, а батька твой зря старался, раз у тебя с логикой так хреново вышло. Ну да ладно, перейдем от баранов обратно к пторам. Как только я увидел эту новость о том, что в War Thunder вводят пторы, сразу задался вопросом, а зачем? Зачем их вводят в игру, в которой вообще никогда не было проблем с тем, чтобы отправлять друг друга в ангар? Ведь нередко в этой игре достаточно всего лишь одного попадания с пробитием, чтобы танк склеил гусли. А посему сидение в кустах да за камнями в этой игре и так крайне популярное занятие. Зачем усугублять его, вводя в игру технику, которая стреляет ракетами смерти? Что в свою очередь делает броню в данной игре еще более бесполезным параметром. Ну давайте рассмотрим все варианты. Первое, что наверное приходит в голову, это то, что технику вводят в игру просто для того, чтобы она была. Чтобы игрокам было что прокачивать, было на что донатить, чтобы было к чему стремиться, чтобы был лишний очередной стимул поиграть. Такой вариант, конечно, имеет право на жизнь, но все-таки. Во-первых, ракетные тазы в этой игре не бесполезны. Но не берем во внимание, конечно же, немецкий Сракенпанзер, который машина просто ужаснейшая. Это просто боль. У нее брони, как у, знаете, у корыта, в котором белье стирают, такое вот жестяное из нержавейки. Поэтому Сракенпанзер сливают даже зенитки. Причем топовые зенитки сливают его прямо в лоб. Мне кажется, что Москвич 412 лучше бронирован, чем Сракенпанзер. Его просто аннигилируют. Да что уж там, его на стволах просто вертят. И как будто этого мало, на Сракенпанзер установлены еще самые голимые пторы, какие только существовали, наверное, в истории. Потому что это настолько тупой кусок дерьма, что, во-первых, он мало того, что медленно летит. И, во-вторых, в реалистичных боях птурами нужно управлять, не наводя их на цель мышью, как это делает ИТ-1, например, или абсолютно вся техника в арматке. А управлять им нужно с помощью клавиш на клавиатуре. Тех же самых кнопок, на которые сама техника ездит. А это значит, что пока ваш птур летит, техника ваша стоит на месте. И, не дай бог, он улетит куда-нибудь в небо. Тогда вы будете очень долго стоять и ждать, когда же он взорвется, чтобы отъехать с лобного места, с которого вы производили запуск. Вот Сракенпанзер по-настоящему бесполезная машина, которую реально ввели в игру просто для того, чтобы она в ней была. Чтобы, то есть, у советской техники был какой-то аналог на немецкой стороне. Правда, вот на нем никто не играет. Что же касается ИТ-1, то это вполне себе прекрасная машина. Она и снарядик может выдержать, и снарядик может выписать. Выпишет она, скорее всего, так, что и мало-то не покажется. Играть удобно, играть прикольно, динамика хорошая, все отлично. Во-вторых, и у ИТ-1, и у Сракенпанзера отлично нарисованы, проработанные и прекрасно выполненные модельки. Анимирован автомат заряжания. Вообще, на сегодняшний день из всех игр про танки на моей памяти, это, наверное, единственная, у которой присутствует подобная анимация, выполненная на таком шикарном уровне. Насколько я помню, в пресловутой картошке, которая уже 6 лет в обед скоро грянет, до сих пор нету анимации даже этих оптики, этих биноклей, которые активируются, когда машина стоит, там просто происходит какой-то звук. Они, кстати, даже звук вот этого оборудования ввели совсем недавно. И вот как бы у тебя есть пометочка на хот-баре, что данное оборудование активно, и вот этот звук как бы его использовали, но внешне на танке ничего не появляется. То есть вот эти улиточные рога на танке не вылезают. А игре, повторюсь, уже 6 лет. Варматик, который просто материализуется в пусковых установках. Ну а в War Thunder взяли и сделали анимацию механизма заряжания, в очередной раз показав всем, кто главный в графике, кто главный в физике. Согласитесь, что для абы каких машин так бы заморачиваться не стали. То есть либо не было этой анимации, либо из-за того, что надо делать анимацию, сами машины не стали бы в игру вводить. Ну а второй вариант причины ввода подобной техники в игру, это чертовский хитрозадый стратегический ход. Во-первых, этим самым выбили один из козырей из рук у своих конкурентов под названием Armored Warfare. То есть у игры, в которой птуры были одним из атрибутов современной техники. То есть, ну я уже говорил, их там не так много. Это птур, каз, дымовая завеса, световой снаряд у арты и в общем-то все. И вот внезапно War Thunder сделал... И птуры варматки стали не уникальны. Что же касается картошечки, то теперь картошечка единственная игрушка про танки, ну не считая всякое днище типа Танки Онлайн или Ground World of Tanks, как там называется эта игра, я уже не помню, Ground Battle Tanks. Ну не суть, короче. Вот теперь картошечка вот среди вот этих вот основных танковых игр, да, War Thunder, Арматка и Картошка. Теперь Картошечка единственная танковая игра, в которой птуров нет. А поиграть птурами, я думаю, игрокам картошечки очень даже хочется. Я думаю, что либо в скором времени они начнут пилить разработчиков, а может уже начали, на тему, что введите-ка и нам птуровозки какие-нибудь. Вот там есть, вот там есть, а у нас нету. И мне кажется, что у их нового, как там, консультанта по... Консультанта по историчности... Ну, короче, я думаю, вы поняли, кого я имею в виду. Вот у него скоро борода задымится, потому что некоторые вещи, движок картошки, похожий на Франкенштейна, да, потому что он сшит там хрен знает из чего, вот некоторые вещи он не позволяет реализовывать. Вот поэтому, интересно, реализуют ли они птуры, как, когда, ну и сколько, естественно, каждая ракета будет стоить. Потому что подкалиберные снаряды, как правило, в картошечке продаются либо за донат, либо за серьезную сумму в шекелях. В смысле, в серебре. Короче говоря, вводом птуров War Thunder, ну, не то чтобы убил двух зайцев, скажем, он их озадачил. Во-первых, он немножко обезоружил арматку, во-вторых, он немножко озадачил картошку. Во-вторых, наряду с фашистским с Ракенпанзером и отечественным ИТ-1, Америкосом завезли Шеридан, ну, чтобы им тоже было каким птуром ответить. А Шеридан, в свою очередь, это не только танк времен войны во Вьетнаме, но еще практически середина ветки развития Armored Warfare, то есть игры про современные танки. Он там на четвертом левеле, буквально в шаге от таких машин, как Т-72 и все его собратья по уровню. То есть фактически, грубо говоря, в War Thunder остается ввести дымовые завесы, а я не думаю, что это какая-то непосильная задача для этих разработчиков, и при желании можно будет оттяпать половину современной, в кавычках, техники из Armored Warfare и ввести ее в War Thunder. Ну, то есть следующей преградой для этого разработчика на пути к самой современной технике станет уже динамическая броня, активная защита, всякие там инфровизоры, ночное видение и так далее и тому подобное. А все танки начального уровня, то есть Т-72, где Т-72, там и Т-80, уже можно будет в игру вводить. Наконец-то в игре появятся танки, которые ездят не со скоростью хромой черепашки, а с нормальной, более живучей, какие-то, я не знаю, более интересные, да еще и с такой-то физикой, представьте, как они носиться будут. Ох, красота! Ну и, естественно, онлайн у игры сразу тут же и вырастет. Размечтались, а вот облом, потому что в игре одновременно сражаются не только танки, но еще и самолеты. Получается, что попутно нужно будет еще и ветки самолетов развивать, вводя какие-то новые там истребители, штурмовики и так далее и тому подобное, а это уже совсем другой базар. Но, тем не менее, и все-таки, какой расклад на сегодняшний день мы имеем? Armored Warfare слилась из гонки за первенство в танковых играх. Обещаний было много, в итоге игра погрязла в лагах, багах, низких фпсах, пиксель-хантинге онлайн упало и все там очень-очень печально. World of Tanks готовится обосраться со своим ребалансом техники 2.0, но это по слухам. Но даже если она сделает его крайне удачно, то все равно игра уже давно топчется на месте, вводя свои кастрюльные звуки и физику, от которой, в общем-то, одно название. Ну а War Thunder в это самое время покоряет новые вершины и развивается. И это просто невозможно отрицать, потому что ввод в игру Птуров, это не просто вот вам запилили какие-то новые машинки, это ввод новой механики в игру, а эта штука серьезная. В общем, что-нибудь жмите, делитесь своими прогнозами в комментах, а у меня на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok